Здравствуйте, уважаемые коллеги и друзья! Меня зовут Евгений Головев, и я являюсь основателем языковой онлайн-школы ЧТДУ и детского телеколаборационного проекта Kids English, в рамках которого мы ведем подготовку детей и подростков к тому, чтобы они могли эффективно обучать английскому языку своих ровесников и сверстников, которые разбросаны по разным частям света. Так вот, основной темой мы выбрали тему телеколаборационные проекты как отправная точка для изучения иностранных языков. Уверенно заступив за порог 21 века, мы явились очевидцами кардинальных и коренных изменений, которые претерпели различные сферы нашей жизни, и образовательная сфера не явилась тут исключением. И данная сфера образовательная во многом теряет баланс в силу того, что киберзависимость явилась камнем преткновения у детей и подростков, которые теряют коммуникативные навыки, у которых было отмечено значительное снижение уровня коммуникативных навыков, снижение уровня развития социального и эмоционального интеллекта. Так вот, мы бы хотели взглянуть на генезис проблемы киберзависимости подрастающего поколения на примере нашего телеколаборационного проекта, где представлен широкий спектр различных видов деятельности, которые помогают, способствуют более быстрому изучению английского языка. Ну, во-первых, среди преимуществ данного проекта мы бы хотели отметить культурный аспект. Поскольку у нас собирается иногда порядка 20 национальностей, представителей 20 разных культур, то это прекрасная возможность познакомиться с разными странами, их представительными, их менталитетом, их особенностями, привычками, праздниками, традициями и так далее. Второе — это развитие и поддерживание цифрового этикета, который очень важен при эффективном введении проектов такого характера. Третье — это поддержка коммуникативных навыков, потому что после проведения различных фаз и категорий в данном проекте мы выходим на проектный вид деятельности. И в этом случае у детей возникает прекрасная возможность отточить свои навыки, прокачать навыки введения диалога, отполировать свои навыки при введении монолога. Здесь мы обучаем тому, как правильно слушать и слышать, как задавать вопросы. Поскольку это неформальная среда, и дети не подвержены какой-то категоричной оценке, то дети более свободно себя чувствуют, дети более открыты, более активно участвуют в различных видах деятельности. И мы отмечаем значительный рост, прогресс в изучении иностранных языков, даже у детей, у которых есть какие-то особенности развития. Special Needs Kids в данном случае. И что бы хотелось добавить, так это то, что у нас среди детей есть дети с особенностями. И по истечению года участия в нашем проекте, их родители, их учителя в международных школах отметили значительный прирост и прогресс, который они спроецировали в своей жизни, в жизни и участие в своем классе и так далее. Увидимся в Петербурге на конференции и более детально и подробно обо всем поговорим. Всем привет. До свидания.